Я могу начинать, да? Спасибо. Всех нас, собравшихся здесь, безусловно, волнуют фундаментальные проблемы физики. Осознанно или неосознанно. Позвольте мне обозначить, на мой взгляд, три основные фундаментальные проблемы современной физики. Как видится мне, поверьте, я у Гинсбурга не содрал это. Первая проблема. Космология как ироническая наука. В философских кругах обсуждалась эта проблема несколько лет назад. Это, прежде всего, проблема эмпирической невесомости, космологической построений, частая смена парадигм. Вторая проблема, как мне представляется, фундаментальная и важная. Это интерпретация квантовой механики. Но в контексте того, мечет ли бог жребий. Вот этого известной дискуссии с Борой и Эйнштейном. О квантовой неопределенности и квантовой нелокальности. И третья такая фундаментальная проблема. Что же придет на смену теории относительности? Какая новая теория или, так сказать, парадигма займет место вот этой теории? Итак, я совершу, постараюсь, не очень большой экскурс в космологию и ее историю. Ну, для начала нужно договориться о том, что мы будем понимать под Вселенной. Ибо, как я сейчас покажу, под Вселенной понимается, по крайней мере, пять самых разных сущностей под этим термином подразумевается. В общем, разных совершенно. Вот если Вселенную рассматривать в первом смысле этого слова, то это та наблюдаемая метагалактика, которую мы, так сказать, 13-14 миллиардов световых лет, которые мы можем наблюдать с помощью телескопов. Откуда получаем хоть какие-то сигналы? Это Вселенная в первом смысле этого слова. Во втором смысле слова мы же можем дальше продолжать свою мысленную конструкцию свою строить. И за пределами наблюдений мы можем предполагать, что там тоже космос с такими же звездами, с такими же галактиками. Просто мы не получаем оттуда никаких сигналов, потому что слишком далеко. Это Вселенная в втором смысле, астрономическая Вселенная в втором смысле этого слова. В третьем смысле этого слова Вселенную можно рассматривать как некая через призму какой-то космологической модели. Ну, допустим, теория большого взрыва, или инфляционная модель, или через призму классической космологии ньютоновской. И все это тоже будет справедливо. И мы можем собрать. И вот космологическая Вселенная, это вот Вселенная в третьем смысле этого слова. Уже получается у нас. В четвертом смысле этого слова мы можем собрать все вероятные модели устройства Вселенной, которые сейчас в науке заархивированы. И уже с той или иной степенью вероятности мы можем говорить, что вот та или иная модель рабочая. Она действительно имеет место в природе. Поэтому вот все это вместе объединив, мы можем обозначить Вселенную в четвертом смысле слова как физическую Вселенную. И Вселенная в пятом смысле слова, если мы вот в эту физическую Вселенную поместим еще и наблюдателя. И получается такая философская Вселенная в этом смысле слова и предлагается рассматривать Вселенную в контексте нашего сегодняшнего рассуждения. Интересно, что бесконечность в науке рассматривается достаточно утилитарно. Бесконечность это что-то очень большое, неопределенно большое. Где-то может быть и есть конец или нет, но вот синоним такой неопределенности и гипертрофированного конечного, то есть практическая бесконечность. Прежде всего подразумевается в науке под бесконечностью. Вот два отвеса, отпущенные вниз к Земле, по ним определяют параллельность стенок зданий строителей. Но ведь через 6 тысяч с лишним километров они в центре Земли пересекутся, они не параллельны. Но для вот таких практических утилитарных целей мы можем считать, что эти линии, которые соответствуют этим отвесам, они параллельны. Вот это понимание практической бесконечности современным ученым. Очень часто именно так происходит. Теперь мне бы хотелось коснуться вот экскурса в историю космологии, небольшой экскурс совершить. Ну, мы знаем, что существовала классическая Ньютонова космология, наблюдаемая Вселенная бесконечно в пространстве и времени, но со временем определились парадоксы. Среди них гравитационный, фотометрический, термодинамический, которые, как я убежден, не решали, а ушли от их решения, создав новую теорию устройства космоса, общую теорию относительности, уйдя от решения этих парадоксов. Ну, скажем, я уверен, что вы знаете и суть этих парадоксов, не буду на этом останавливаться, но, скажем, гравитационный парадокс очень просто разрешается тем, что, ну, собственно, какие у нас есть основания полагать, что у бесконечности есть центр, и туда вот все массы-то искатятся в этот центр. Какой может быть центр у бесконечности? Здесь чисто логическое, так сказать, несоответствие. Что касается термодинамического парадокса, то здесь тоже. Почему мы должны полагать, что Вселенная когда-то остынет, за бесконечное время должна остыть, если, видите, количество, множество энергии в ней тоже бесконечно. И что касается фотометрического парадокса, то здесь, видимо, он разрешается с учетом старения света в процессе распространения в космическом пространстве. Ну и так далее. Но, тем не менее, вот появилась, как результат этих парадоксов, появилась Эйнштейновская статическая модель космологическая с космологическим членом, с искусственно введенным, конечно, для того, чтобы уравновесить вот эту гравитацию. Но, тем не менее, она конечная, понятная, уютная такая, появилась в 1915 году. В 1922 году, как известно, Фридман показывает, что, возможно, динамическое решение уравнения общей теории и относительности, и при этом сразу возникает четыре логических возможности, что происходит со Вселенной. Она может расширяться, она может сужаться, она может быть статичной, если силы уравновешивают друг друга, силы расширения и сжатия ее, и может пульсировать, то сжиматься, то расширяться. В 1929 году Хаббл обнаруживает красное смещение и трактует его первоначально как эффект Доплера. Буквально тащит Эйнштейнов в обсерваторию и говорит, посмотрите, вот видите, она расширяется. Через несколько лет он приходит к убеждению, что космологическое красное смещение имеет какую-то другую природу, пока не ясную, но явно не Доплеровскую. Как честный ученый печатает статью по этому поводу, на эту тему, но его уже никто не слышит, уже все в плену другой парадигмы. В 1965 году Пензиас и Вильсон обнаруживают микроволновый фон, который трактуется как реликтовое излучение релятивистами, хотя, на самом деле, вероятно, тоже значительно проще трактовать микроволновый фон как излучение абсолютно черного тела, то есть по спектру это соответствует межгалактическому веществу. Тем не менее, вот эта фридмановская космология входит в обиход, ее принимает ученое сообщество, но она порождает и недовольство, непрередную неудовлетворенность этого же научного сообщества, прежде всего, сингулярностью своей. То есть предполагается, что Вселенная когда-то была сжата в точку, где практически бесконечная плотность вещества и излучения в этой точке. Потом по каким-то причинам происходит этот большой взрыв, и все это разлетается, и уже потом начинается формирование галактики и того, что мы видим сейчас в космосе. Вот такое представление о практически бесконечной плотности и о точке, где ноль пространства и ноль времени, вот оно и вызывает неудовлетворенность. Ну еще есть некоторые парадоксы фридмановской космологии возникли, такие как трехмерность и эвклидовость наблюдаемой части Вселенной, хотя в соответствии с фридмановской космологией Вселенная должна быть не трехмерна, и пространство ее должно быть не эвклидово. Тем не менее, наблюдаемая часть Вселенной, наша метагалактика, эвклидово и трехмерно. Вот это все вызвало появление в 1981 году инфляционной космологии рождения с ее последующим хаотическим сценарием Линда в 1983 году. Сценарий таков, что вот из первичной флуктуации вакуума раздувается пустое пространство, заполненное склярным полем первоначально. Вот два этапа. И потом, затем, уже на стадии инфляции, то есть на второй стадии, причем раздувается совершенно до невероятных размеров, невообразимых размеров, из практически точки, за какое-то ничтожное совершенно время, доли секунды. Совершенно ничтожные доли секунды происходит вот такой глобальный процесс. А потом, на стадии инфляции, рождается вещество излучения, заполняются вот эти области раздутые, доманы. И вот таким образом функционирует Вселенная. Предполагается, в соответствии с сценарием Линды, что таких вот событий рождения доменов, вот этих вот неоднородностей, было бесконечное множество в истории Вселенной, из вот этого вот первичного вакуума космологического. Причем, ну опять, опять неудовлетворенность, потому что ни раздувания мы обнаружить не можем по определению, никак. Даже, так сказать, в перспективе это нам не грозит. Ни границ этого домена мы никогда не обнаружим, потому что до них не добраться никогда, по определению. Такие расстояния невероятные. По сравнению с радиусом метагалактики. То есть нет, тут такие порядки, что даже, так сказать, если бы я вам приведу цифры, то это, так сказать, это точно совершенно недостижимо, граница домена. То есть экспериментальная невесомость возникает в этой инфляционной модели. Она зависла как экспериментально неподтверждаемая. Какой же вывод из всего, что я сказал в отношении космологии, можно сделать? Космология убегала от бесконечности первоначально, создав такую уютную картину конечной-конечной Вселенной, но к ней же и пришла в результате. Вот парадокс. Это аналогично тому, как наука убегала от эфира, но пришла к фундаментальности вот этого вакуума. Парадоксально именуемый вакуум, хотя понятно, что это не пустота. Значит, следующее, чего мне хотелось бы коснуться, это интерпретации, если основных, интерпретаций квантовой механики. Из космологии сразу в квантовую механику. Одна из известных, с основных интерпретаций квантовой механики, это Копенгагенская-Боровская интерпретация, которая предполагает, что происходит редукция волнового пакета частицы, находящейся в состоянии суперпозиции в момент наблюдения. Мы наблюдаем частицу, этот волновой пакет схлопывается, и мы обнаруживаем частицу где-то в конкретной точке пространства. Ну вот, это я говорю о Копенгагенской, конкретной интерпретации квантовой механики. Но существует еще две основных, так сказать, основных, по мнению Маркова. Это статистическая, которую разделял Эйнштейн, Блохинцев и другие, которая вообще утверждает, что смысла говорить об судьбе отдельной взятой частицы, да никакого нету. Можно говорить только об ансамбле частиц. И вот об ансамбле частиц мы можем говорить, и в этом смысле, так сказать, статистически результат своих наблюдений обрабатывать. Вот. Но это вот статистическая интерпретация. Существует третья такая очень экзотическая, но в последнее время набирающая обороты в плане много сторонников у нее появляется. Не больше, конечно, чем у Боровской. Но тем не менее. Это многомировая верета. Подразумевается, что каждое отдельное потенциальное положение микрообъекта в пространстве реально, но не в нашей Вселенной. В нашей реализуется только одно какое-то. То есть мы живем только в одной Вселенной, в которой реализуется вот это положение микрообъекта, которое мы обнаруживаем в результате наблюдения. А на самом деле, любая точка, так сказать, вероятного положения микрообъекта, это тоже ее, она там находится, только в других Вселенных. Вот. Значит, вот это Эверетовская. Какой же вывод можно сделать вот из такого очень короткого экскурса в интерпретации квантовой механики? Что ни одна из основных интерпретаций квантовой механики не отвечает на вопрос о судьбе одиночной микрочастицы. Не объясняет ее перемещение в пространстве. Что, собственно говоря, и хотелось бы, чтобы такую функцию выполнила интерпретация квантовой механики. По этому поводу очень образно высказался Оппенгеймер. Смотрите, как замечательно он сказал. На вопрос, остается ли положение электрона всегда одними и тем же, мы должны ответить нет. На вопрос, меняется ли положение электрона со временем, мы должны ответить нет. На вопрос, является ли он неподвижным, мы должны ответить нет. На вопрос, находится ли он в движении, мы должны ответить нет. Вот такая парадоксальная ситуация сложилась с интерпретацией квантовой механики. Я уже накосячил. Ибо ни одна из основных интерпретаций квантовой механики не отвечает на вопрос о судьбе одиночной частицы. Не объяснила ее перемещение в пространстве. На пальцах, чтобы было понятно. Не объяснила. Пожалуйста, математических формализмов сколько угодно. А вот, чтобы это было понятно, нет, такого нет. Ну и последнее, чего хотелось бы коснуться, это специальная теория относительности. Только в самом общем виде. Вы знаете, что, и все, безусловно, знаете, что обнаружено такое свойство микроволнового фона, как быть выделенной системой отсчеты. Когда тело двигается в космическом пространстве, какое-то тело двигается в космическом пространстве, то впереди этого тела температура микроволнового фона несколько выше, чем сзади. То есть, получается, что вот этот первый постулат специальной теории относительности об отсутствии в природе выделенных системах отсчета опровергается наличием микроволнового фона. Что касается второго постулата о постоянстве скорости света во всех системах отсчета, то здесь хотелось бы отметить, что еще Олес публиковал работы, где, вы помните эти работы, в сборниках печатались, где говорилось о радарных наблюдениях Венеры. Вот есть периоды в астрономической истории, когда Земля и Венера сближаются практически в лоб. Так вот, в этот момент проводились радарные наблюдения Венеры, и нужно было в расчеты закладывать ту или иную модель сближения, учитывающую, то есть, модель скорости света, учитывающую взаимное сближение, или релятивистскую, не учитывающую взаимное сближение Земли и Венеры. Так вот, оказалось, что релятивистская модель, когда С не суммируется с В, она не работает, и экспериментально она, так сказать, в данном случае опровергнута вот этими экспериментами. Работает нормальная классическая модель, когда скорость света суммируется со скоростью взаимного сближения планет. Какой общий вывод может следовать из всего, что я сейчас сказал в отношении специальной теории относительности, что принцип ненаблюдаемости распространяется, вообще общий вывод в отношении всего, и теории относительности, и квантовой механики, и космологии, что принцип ненаблюдаемости распространяется на космологию, мы не наблюдаем ни раздувания, ни экраниц домена, ничего. На квантовую механику мы не наблюдаем перемещение, мы не наблюдаем, не можем объяснить, как перемещается квантовый объект, с чем связана квантовая неопределенность. Связывается случайностью, но это же нонсенс, связывается случайностью. Мы не видим ни эффекта близнецов, ни эффекта сокращения длин тел в направлении движения, ничего, это ненаблюдаемо. То есть принцип ненаблюдаемости властвует. При этом признается бесконечность в космологии, в то время как в теоретической физике бесконечности расходимости, в худшем случае перенурмируются, а в лучшем случае играют роль симптомы неблагополучия, теории. Известно, что расходимости появляются тогда, когда объект теории, а это может быть либо материя, либо пространство, либо время, не имеют структуры, считаются точечными, не структурированными. Вот к чему такой общий вывод следует из этого небольшого обзора. Теперь, каковы же основные вопросы, нерешенные философией и физики в 20 веке, и которые по наследству достались в 21 веке? Как мне видится? Ну, во-первых, это материально или идеально физическое пространство. То есть дано ли пространство нам в ощущениях, или это исключительно ментальная, умозрительная, мыслимая конструкция? Вторая проблема, которая видится нерешенной. Существует ли полная, абсолютная, совершенная пустота? Гипотетически. Существует ли она? Способна ли она ограничить материю где-то там, в космических далях? А что может ограничить материю? Только же нечто отличное от нее, то есть нечто пустое. Может быть, она где-то в глубинах материи находится? И а там ограничивает систему как-то? В связи с этим возникает тоже вопрос. А возможно ли реализация законов природы в абсолютной пустоте? Следующее, что представляется тоже очень важной нерешенной проблемой философии и физики. Дискретно или непрерывно физическое пространство? Возможно ли допустить, что нечто физическое не имеет структуры? Какой-то физический объект не имеет структуры. Напрямую связан с вопросом о дискретности или непрерывности пространства. Следующий вопрос нерешенный. В каком смысле существует или не существует бесконечность? Вот Анатолий Павлович уже касался частично этого вопроса. Был такой Зенон Лейский, и вы знаете. Он за два века до Аристотеля сформулировал опории Зенона, парадоксы, связанные с движением. То есть, если пространство делится до бесконечности, то невозможно перемещение в таком пространстве. Без логических противоречий невозможно переместиться. И вопрос в том, актуальны ли опории Зенона сегодня. И последний вопрос, который казался таким нерешенным, мне кажется, это физично или метафизично перемещение в пространстве. То есть, каким образом следует понимать бестраекторность движения в микромире. Теперь я хочу заметить, что часть тех вопросов, о которых сейчас шла речь, решается теорией детерминированной бесконечности. Логически, конечно, решается, автором которой я являюсь. Так что перейдем к рассмотрению самой этой теории. Это второй доклад, да? Нет, это как раз. Еще пока первый, второй будет короче значительно первого. Так, сейчас, секундочку, извините. Все. Двойное нажатие для перехода к следующему слайду, да? Так. Так, хорошо. Значит, вот, название общей бесконечности, как на уме, оно не соответствует сегодняшней нашей встрече. Не обращайте на него внимания. Вот. Значит, первый тезис. Непрерывность пространства и времени. Так вот, теория детерминированной бесконечности исходит из того, что... Вот он, первый тезис. Что не существует длительности, не заполненной какими-то событиями, и не существует пространства, не заполненного каким-либо видом материи, тем же эфиром, допустим. Ибо, если мы допускаем абсолютную пустоту, а логически подобное допущение требует абсолютной пустоты, то мы сталкиваемся с противоречием либо наличия в природе абсолютной пустоты, либо принцип причинности, одно из двух. Ибо в абсолютной пустоте невозможно реализации никаких законов природы и того же принципа причинности. Отсюда непрерывность пространства и времени, как частный случай непрерывности пространства и времени, ее потенциальная бесконечная делимость. То есть, сколько бы мы мысленно не делили пространство, мы в любом, сколько угодно малом объеме, так до бесконечности обнаруживаем какие-то события. Следующий тезис. Так, прошу прощения. Значит, очень в отношении второго тезиса, дискретный характер траектории квантовых микрообъектов, я хочу вам процитировать Гейзенберга, который совершенно замечательно по поводу этому высказался. Я почти дословно цитирую Гейзенберга. Значит, траектория квантового микрообъекта состоит из точечных источек, говорит Гейзенберг. И бессмысленно задавать вопрос, где находятся частицы в промежутках между этими точками, и двусмысленен вопрос о скорости частицы в этих точках. Я еще раз повторю, настолько это важно, высказывание Гейзенберга. Значит, траектория квантового объекта состоит из точек, причем бессмысленно задавать вопрос о том, где находится микрообъект в промежутках между точками, и двусмысленен вопрос о скорости частицы в этих точках. Значит, получается пикантная ситуация. Гейзенберг разрешил опоре Зенона, сам не подозревая об этом. Может быть, он не придал этому значения, может быть, он не знал этих опорий. При том, что Зенон, естественно, не знал квантовой механики. Вот такая вот интересная историческая коллизия возникает. Таким образом, второй тезис теории детерминированной бесконечности – это дискретный характер траектории квантовых микрообъектов. Следующий тезис. Вневременная телепортация массы квантовых микрообъектов. Ну, возможно ли, вот представим себе микрообъект, находится в какой-то точке, да? Вот он находится в какой-то точке. Следующий момент, он находится вот в следующей точке пространства, следующий, следующий и так далее. Вот это принципы движения. Проходит ли между этими событиями какое-то время? Ну, а если пространство делится до бесконечности? То есть, это логически возможно за конечное время преодолеть вот эту бесконечную последовательность непрерывного пространства, бесконечно делимого? Нет? Значит, либо это должно реализоваться совершенно мгновенно, то есть вне времени, тогда логика выдерживается процесса, либо это перемещение должно не сопровождаться телепортацией, должно быть непрерывной, траектория должна быть непрерывной. Но мы знаем, что в эксперименте нигде непрерывная траектория не обнаружено. Более того, непрерывная траектория противоречит, как скрытый параметр противоречит теореме фон Неймана. Значит, таким образом мы можем говорить, да, ну, допустим, микрообъект куда-то исчезает, вообще исчезает куда-то, но это нарушение закона сохранения энергии. Если он в промежутках между вот этими, так, 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 прошу прощения, куда-то исчез совсем. Ну и потом, если пространство все-таки умозрительно, мыслимо, оно является ментальной конструкцией, то что удивительно, что перемещение в таком пространстве тоже не физично, а метафизично. По-моему, здесь как раз логика выдерживается. Таким образом, вневременная телепортация массы квантовых микрообъектов. Следующий тезис – вневременная телепортация квантовых состояний. Я вот сейчас процитирую один уважаемый научный журнал. Я так и не понял, это юмор или это на самом деле. Так сказать, они серьезно напечатали это. Ну, вы определитесь. Я процитирую. Две белые мыши весом 87 граммов и 90 граммов подали явные признаки жизни после одновременного преобразования их в фотоны света и транспортировки на расстояние 13,7 метра по трубе с водородом. С помощью обратного преобразования в течение 10 секунд они были восстановлены и спустя 17 секунд начали двигаться. Вот такое замечательное, так сказать, совершенно прекрасное событие опубликовано. Самое, скорее всего, это все-таки какая-то такая шутка. Самое, конечно, поразительное во всем этом, что вневременную телепортацию состояний в науке понимают именно так, как описано с этими мышками. И самое грустное это. Потому что на самом деле под вневременной телепортацией подразумевается прежде всего телепортация состояний, а не объектов. Значит, когда два фотона от одного атома летят в разные стороны, на пути одного фотона находится прибор, который изменяет полярность его, то второй, который летит в противоположную сторону, мгновенно, совершенно мгновенно тоже изменяет свою полярность. То есть вот эти запутанные состояния сейчас рассматриваются, изучаются, и, в общем-то, они, эти состояния, свидетельствуют о том, что в природе, кроме вневременной телепортации массы, реализуется еще и фундаментальный принцип вневременной телепортации состояний. То есть информация о состоянии объекта квантового телепортируется, передается другим объектам. Следующий тезис. Бесконечное разнообразие взаимодействий микрообъектов является причиной квантовой неопределенности координаты. Квантовой неопределенности координаты, вы видите здесь, и времени. Значит, вот Сорокин по поводу дискуссии Бора с Эйнштейном очень интересную мысль высказал. Он сказал, Бог не мечет жребий, но он ничего не делает дважды. То есть, давайте себе представим, что вот существует какой-то абстрактный микрообъект, который взаимодействует с другим таким же абстрактным микрообъектом. И это взаимодействие, допустим, прямое межчастичное взаимодействие реализуется в данном случае. Но ведь каждый объект в природе, он уникален, он феноменален, он чем-то отличается от другого объекта. Ну, чем-то отличается. Нет двух песчинок одинаковых на всех пляжах Земли. И поэтому и взаимодействие их тоже будет таким невероятно разнообразным, что и неопределенность координаты, где в следующий момент окажется в результате этих взаимодействий микрообъект, трудно предсказать. Так же, как трудно предсказать, в какой момент, через несколько секунд или через несколько тысячелетий распадется конкретный атом радиоактивного урана. Вот эта квантовая неопределенность определяется вот этим бесконечным разнообразием взаимодействий феноменов квантовых. Простите, я вот как-то не пойму, как вернуть. А, а, ага. А на стрелочке там вот. Да. Не варали, щелкнули. И таблицы щелкнули. А, а, а. А, а вернуть как? А теперь куда? Как вернуть это? По стрелочкам попробуйте. Внизу какого-то. Нет, сверните. Ага, вот, все-все-все, я понял теперь. Все, по стрелочкам. Так, ну здесь вот показана схема дискретной траектории одиночной квантовой микрочастицы. Стрелецкая обозначена направление ее перемещения в пространстве. Внизу графическая схема этого движения по Вяльцеву. И последний тезис теории детерминированной бесконечности, который хотелось бы... Так, прошу прощения. Ну вот не пойму, как тут. А, вот. Попросите, что ли там товарищей? Клавиатуру достаньте. Да вот как бы мне передвинуться здесь по этому? Ну вот внизу... Помогите, пожалуйста, мне вернуться. У меня тут эта картинка не та. Справа внизу стрелочка почти. Так, так. Ага. Теперь стандартно, да, вот здесь? Ага, мышкой. Хорошо, все. Все понятно. Последний тезис. Существование универсальной силы, независимо от физических взаимодействий, пространства и времени. В связи с этим у меня два вопроса. Могут ли физические взаимодействия, а это повсеместное заблуждение, мне кажется, совершенно необоснованное, могут ли физические взаимодействия, которые сами реализуются в пространстве и времени, быть причиной вневременного процесса? С моей точки зрения, логически это невозможно. А вообще, может ли перемещение в пространстве вообще не иметь причины? Тоже кажется нелогично как-то. Как это? Процесс, ведь процесс не имеет причины. Поэтому в теории детерминированной бесконечности постулируется существование универсальной силы, независимой от физических взаимодействий, пространства и времени. Так, здесь это все не важно. Теперь, значит, я возвращаюсь. Сейчас, 7, 7, 7, 7. Так, 7. Так, теперь теория детерминированной бесконечности делает конкретное предсказание. А именно, дело в том, что, ну вот вы знаете, что существует в природе квантовый туннельный эффект. Ну, если макроаналог этого эффекта, то вот мяч футбольный находится в колодце, и вдруг, не имея силы для того, чтобы преодолеть вот это вот расстояние, он мгновенно оказывается за несколько километров от колодца. То есть, частица преодолевает барьер энергетический, с той или иной степенью вероятности оказывается по другую его сторону. Вот, дело в том, что года два назад были публикации о том, что удалось протуннелировать около 100 тысяч электронов одновременно, одним пакетом. Из одной точки в другую. И мне представляется, что по мере вот увеличения этого, то есть, в конце концов, мы научимся телепортировать на астрономические расстояния макротела, а время этого процесса будет постоянно стремиться к нулю. То же самое касается и квантовой телепортации состояний. Вплоть до того, что мы информацию об объекте телепортируем куда-нибудь к пределам метагалактики, а время этого процесса будет стремиться к нулю. И еще одно предсказание теории детерминированной бесконечности – это то, что в фундаментальных теоретических построениях физиков-теоретиков, в том случае, когда будет игнорироваться непрерывность или потенциальная бесконечная делимость пространства и времени, будут появляться расходимости. Вот профессор Демков покойный, с этим положением очень был согласен. Вот так. Теперь интересно, что теория детерминированной бесконечности согласуется с подходом Владимира Ивановича Фалько. Подход у него очень интересен. Он предположил, что вообще говоря, реальность более многолика, чем просто идеальная и материальная реальность. Он допустил, что да, существует идеальная реальность, которая реализуется вне пространства, вне времени, какие-то духовные события. А есть реальность, реализуемая в пространстве и времени. Это физическая реальность, взаимодействие физическое. Но есть реальность, которая реализуется вне пространства, но во времени. И к этой реальности он относил, Фалько, психическую жизнь человека. Ведь явно психика человека имеет начало во времени, окончание. А в пространстве я могу свою психику передвигать куда угодно. Более того, невозможно локализовать нигде в пространстве, и Бехтерев об этом говорит, нигде в пространстве невозможно локализовать психическую жизнь человека. И существуют процессы, которые реализуются в пространстве, но вне времени. К таким процессам можно относиться, допустим, законы природы, которые реализуются в пространстве, но независимо от времени определенно. Или квантовое перемещение объекта. Тоже является таким процессом информационным. Итак, я перехожу к второй теме. Она будет значительно более короткая, чем первая. Синхронистичность и релятивизм. Значит, предварительно несколько замечаний об одновременности. Ну вот, существовало классическое ньютоновое представление об одновременности, когда единое поперечное сечение, пересекающее реку абсолютного времени, вот представим себе, значит, реку абсолютного времени, есть некое единое поперечное сечение. При этом по отношению к событию, вот на этом срезе реки времени, одному событию соответствовать может только одно событие в любой другой точке пространства. Только одно. И только одно. Одно единственное. То есть может быть одновременным с другим событием. Получается такая фотография того, что происходит тут. Но классическому представлению об одновременности, вот о такой одновременности, о которой только что я говорил, противоречит квантовая нелокальность, при которой микрообъект последовательно может занимать две точки пространства абсолютно одновременно. Ну, скажем, для макрошарика нахождение по ту и другую сторону барьера одновременно это нонсенс, такое быть не может, а для микрообъекта это случается. И Эйнштейн вводит в науку представление об относительности одновременности от системы отсчета, что совершенно справедливо для макросистем. Ну вот, я нахожусь, допустим, точно посередине между Землей и Венерой тоже. И наблюдаю сигналы от Земли от Венеры, получаю. Я могу быть уверен, что оба сигнала испущены от обоих планет одновременно. Точно совершенно. Но стоит не изменить систему отсчета и переместиться в пространство, как эти же сигналы, воспринимаемые мной как одновременные, будут не одновременными, понятно. Это естественно. Относительно постоянства скорости света можно сказать, что действительно, вот, допустим, два тела, мы зафиксируем оба относительно микроволнового фона, если они не будут вызывать анизотропию микроволнового фона, два тела, допустим, таких гипотетических тела, то пошлем один сигнал другому. И этот сигнал действительно будет иметь скорость С. Ну, мы уже говорили о том, что Улис показал, что принцип С плюс В, релятивический принцип положения скорости, не работает. Ну, непонятно, откуда логически он следует. Совершенно непонятно. Как вот из этого представления об одновременности следует вот этот принцип положения скорости. Непонятно. И, кроме того, прочего, он противоречит эксперименту, этот принцип. Ну, и последнее, что по поводу скорости света. Методолог Молчанов на основании мысленного эксперимента показывает, что если в природе реализуются сверхсветовые скорости, то это не нарушает, насколько бы большими они не были, это не нарушает принцип причинности. Никоим образом. Проведем такой мысленный эксперимент. Вот на некотором астрономическом расстоянии от нас находится охотник с тахионным ружьем. А рядом с нами ворона. И этот охотник стреляет в ворону, который рядом с нами. Что мы наблюдаем? Какую последовательность события? Пули практически мгновенно, со сколь угодно большой скоростью летят от этого ружья. Мы наблюдаем сначала выстрел, вернее, сначала ворона упала, а потом вспышку от выстрела. То есть обратную последовательность событий реальную мы наблюдаем. Но это не значит, что в природе меняется место причины со следствиями. Это значит, что наши наблюдения говорят о том, что, так сказать, нарушилась причинная связь событий. Но не сама причинная связь событий в природе нарушена. Значит, Лейбниц связал отношения одновременности с пространственными отношениями при отсутствии временных отношений. Отношения одновременности с пространственными отношениями при отсутствии временных отношений. Вот как раз синхронистичность подразумевает относительность одновременности событий при абсолютной синхронности вневременных перемещений некоторого несчетного бесконечного множества функционально связанных квантовых объектов. Я поясню эту мысль сейчас и закончу уже быстро. Уже немного осталось. Позвольте. Вот перед вами пространство, порядок одновременно сосуществующих явлений. Вот то, о чем мы говорили. Это тезис Лейбница. Одновременность отсутствия временных связей. Понятно. Событие это то, что протекает в пространстве и во времени. Я не показываю. Да. Событие это то, что... А, здесь не будет. Событие это то, что протекает в пространстве и во времени. То есть, чем событие отличается от явления? Явление может протекать в пространстве, но не во времени. Или во времени, но не в пространстве. Скажем, психическое явление или там явление перемещения квантового объекта. А событие, оно исключительно в пространстве и времени протекает. Принцип развлечения Колычева существует. Существует только то, что имеет различие. От Аристотеля идет еще этот принцип. То есть, для того, чтобы констатировать факт существования, мы должны этот объект вычленить из той реальности, в которой он существует, найти, чем он отличается от этой реальности. И в этом смысле события не тождественны ни по своему положению в пространстве, ни по качеству, ни по продолжительности. Все события отличаются. Сколько бы их не было до момента нашей встречи. Таким образом, в природе также отсутствуют абсолютно синхронные события, то есть происходящие ни до, ни после одного другого. И в этом смысле действительно объединение пространства и времени в единый континуум микромира логически противоречиво, если существуют невременные процессы. Вот почему релятивисты очень боялись их. Так, сейчас я переброшу. Теперь вот эта таблица соответствия фундаментальных типов, она есть у вас на 30-31 странице тезисов Конгресса. Эта же таблица. Очень много, долгое время полагалось, что существует только одна связь с природой. Причинная связь, никакой больше другой связи не существует. До сих пор так многие считают. Вот, значит, однако же, ну хорошо, вот я родился в 57-м году, а Гагарин полетел в космос в 61-м году. Что, есть какая-то причинная связь между этими событиями? Что, Гагарин бы не полетел в космос, если бы я не родился? Нет, конечно. То есть между этими событиями, моим рождением и полетом Гагарина в космос, есть коррелятивная связь явлений. Очень быстро, сейчас мне буквально 5 минут. Есть коррелятивная связь, непричинная связь явлений. И вот это и есть детерминизм. Это и есть детерминизм. И существует синхронистичность, как вневременная связь явлений. Подчеркиваю, что Юнг под синхронистичностью понимал несколько иное. Юнг говорил о том, что синхронистичность это, когда я в один и тот же день покупаю билет в трамвае, билет в театр, и мне по телефону говорят номер телефона какого-то. И эти все три номера совпадают. Смысловая связь. По Юнгу синхронистичность это смысловая связь. Я думаю, что синхронистичность это прежде всего вневременная связь явлений. И последнее, что хотелось бы сказать. Вот мы с вами обозначили болевые точки современной науки, решили некоторые проблемы с помощью теории детерминированной бесконечности. Пришли к синхронистичности. И у меня такой призыв. Давайте признаем синхронистичность как третий тип фундаментальной связи в природе, который реализуется вне времени. И в этом случае мы шагнем в будущее, станем соавторами новой парадигмы в науке. Вот, пожалуй. Теперь я готов ответить на вопросы. Спасибо за внимание. Осталось немножко писать на вопросы. Ну, просто я хочу поблагодарить автора за очень четкое изложение своих мыслей. Иногда говорят, что философы смутно говорят. Вот мы имеем пример опровергающий. И знаем многих математиков, которые как раз очень смутно говорят. Значит, спасибо за очень, на мой взгляд, совершенно четкое изложение того, что вы хотите сказать. Значит, осталось немного времени на вопросы. Есть ли вопросы? Вопросы дофига. Первый давай, давай. Ну ладно. Фиг большой. Спасибо большое. Все? Спасибо большое.